итак всем привет сегодня на плантации такой вот хороший солнечный день решил поработать здесь вот как видно поближе глаза уже начинает просыпаться потиху ну и естественно как только становится тепло просыпается не только лоза а просыпаются еще и всевозможные вредители и так далее ну пока их нет еще но естественно предупредить предупредить их появление так чтобы их не было просто необходимо вот поэтому ну такой небольшой такой отчет что я что я делаю перед тем как вот начинается время теплое время когда вылезают все вредители вот самый первый такой и самый самый такой но скажем так мощный довольно вредитель скажем так это на мой взгляд самый первый это улитки которые пожирают молодые побеги очень с удовольствием вот и не только молодые побеги потом даже когда лоза уже подрастет они забираются на листья и высасывают с этих листьев сок в конечном итоге лист отмирает и на его месте потом появляется появляется излишняя сучковатость сучки появляются разные там и так далее которые нам не надо вот бороться с улиткой с улитками конечно можно и химией вот но химия для улиток достаточно такая очень вредная поэтому я бы не очень рекомендовал ею пользоваться поскольку там ну и химзащита нужна и противогаза и так далее там достаточно сложно я нашел когда-то в интернете довольно такой удачный способ борьбы с улитками принципе он такого механического действия то есть улитка как мы знаем она выделяет слизь и ползет по этой слизи вот нужен можно можно легко довольно добиться того что она будет выделять этой слизи очень много и дальше десяти пяти сантиметров в принципе не уползил поэтому вот для этого используется обыкно использую обыкновенную золу единственное единственное что нужно использовать лозу золу древесную ни в коем случае нельзя использовать уголь продукты сгорания угля то есть используем продукты сгорания древесины это может быть залаз костра это может быть залаз печи но все равно откуда ну лишь бы она будет таким вот образом можем взять золу я ее практически всю зиму собираю и начинаем по рядку посыпать вот таким вот образом проходим можно пройти каждый рядок вот можно просто границу пройти чтоб они туда не заползли в принципе разницы особой нет но желательно сделать это до того как они появятся как раз одну улитку вылезшую уже практически можем спастись можем спастись от улиток вот получается такая картинка не очень конечно красивая но зато эффективно вот таким вот образом посыпаем каждый рядок желательно золой но если золы у вас не так много можно во в принципе посыпать только по границам вот так что так что так вот место золы конечно это не только можно золу использовать можно использовать допустим известь только сельскохозяйственную который уменьшают кислотность почвы которую вносят в землю вот строительную не используем вот можно использовать мелкий просеянный песок ну по консистенции песок должен быть примерно такой вот как зола он должен быть очень очень мелкий такой как порошок вот ну и пожалуй точно таким же способом эти и песок и известь будут работать на то чтобы улитки ни в коем случае не появились у вас на лозе которые вот зола не только скажем спасают от улиток в золе очень много микроэлементов которые любят лоза вот в золе зола немножко уменьшает также кислотность почвы вот если у вас почва сильно кислая лоза любит такую слабо кислую почву вот то можно золой уменьшить и кислотность почвы вот точно так же зола препятствует также распространению других вредных насекомых в частности тех которые грызут древесину лозы внутри прутика вот это тоже такая достаточно ну конечно полностью с помощью золы мы это все вывести не сможем но где-то как минимум ну на процентов 70 уменьшить можно можно вот вредное действие вот этих вот вредителей вот еще покажу в прошлом году что у меня сотворили улитки я как-то не успел заметить вовремя что и что их тут много довольно и вот в прошлом году я сажал американку гигантскую вот и вот здесь вот вот этот вот первый ряд как видно да он практически весь высох именно только из-за того что улитки улитки его скушали этот ряд у меня посажен тут рядом с канала такая небольшая у меня течет вот и здесь поскольку влажно было много улиток и когда я заметил я начал посыпать все это золой и таким образом второй третий там и последующие ряды я я таким образом спас вот что еще ну естественно что зола после продолжительного дождя она смывается поэтому я за сезон где-то повторяю эту процедуру где-то раза три иногда даже четыре если много затяжных дождей вот ну где-то первых вот она уже видите уже спряталась от солнца вот она уже тут тут была и уже не одна даже вот вот уже даже еще есть ну естественно если нет возможности ничем обрабатывать улиток можно собирать просто вручную вот ну надо вот желательно только их никуда не выкидывать желательно их сжигать вот поскольку улитка очень довольно плодовито из одной улитки может получить получиться около 100 то и больше мелких улиточек вот поэтому если нет никакой возможности ничем обрабатывать можно их ну можно сжигать нужно их сжигать я бы так даже сказал вот ну далее что еще могу сказать про золу вот иногда появляется вот этот вот красный жук которые молодые побеги поедает узалы да вот я даже толком не знаю как он называется если кто-то знает а пожалуйста напишите мне в комментариях вот так вот на редках обработанных золой заранее вот в прошлом году кстати это все уже проверил да на редках обработанных золой этого красного жука тоже гораздо меньше поскольку любые насекомые в принципе в принципе не переносят нейтральной среды им надо слабо кислую либо кислую среду вот зола как раз немножко немножко уменьшает кислотность поэтому в золе этим жукам не очень будет комфортно конечно полностью таким методом от них избавиться не удастся но их будет гораздо меньше я бы даже сказал что ну часто получается что незначительно меньше вот не влияет нас на качество материала ну вот таким вот образом я начинаю уже сейчас когда только-только начинает лоза распускаться бороться с черенками ну всем пока подписывайтесь на мой канал ставьте лайки я думаю что следующий раз когда уже начнется начнется более-менее больше тепло расскажу еще что-нибудь следующее что необходимо знать или что я делаю чтобы получить ну достаточно хороший и хорошего качества все пока